МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Мамент Кискин. Добрый день. Рад вас видеть в нашей студии. Спасибо, Взаим. Расскажите, пожалуйста, как продвигаются ремонтные работы в Трестях? Ремонтные работы, прежде чем начать, мы издаем приказ по предприятию, согласно актов осмотра, обходу тех пожеланий наших жителей. Могу доложить, на сегодняшний день все идем по графику, даже что-то с сопряжением. Есть определенный вид работ, который требует временного, есть, который быстро решается. Поэтому все по плану, никаких эксцессов, слава богу, пока нет. Какие основные направления ремонтных работ? Самое главное направление, конечно, учитывая, что лето у нас быстро проходит, это мы максимально стараемся закрыть тепловой контур дома. Это закрытие всех возможных окон, слуховых и других чередач. Это изоляция труб, это, понятное дело, гидравлика, все системы, замена определенных запорных арматур, замена, если необходимо, как радиатор в квартирах или наличие клеток, и замена нижнего розлива, верхнего розлива трубопроводов. Ну, масса работ, которые там несколько, вот есть паспорт, готовность к дому, там порядка 50 позиций, по которым мы должны работать. Естественно, мы по ним проводим, потому что мы предъявляем, для начала предъявляем паспортной готовности на администрации, сначала старших по домам, администрации, администрации ГЖИ, целую процедуру. Самое главное, конечно, теплоснабжающая организация. Какие виды работы, какой объем производится за счет сбора средств на текущее содержание? Ну, вот у нас есть структура тарифа, да, где четко указано, какой процент на что тратится. Ну, чтобы не загромождать цифрами, я скажу, что в том тарифе, там, понятно, и налоги, и зарплата, вот ремонт работы текущего характера, это ремонт личных клеток, это покраска небольших частей фасада, это замена определенного куска трубы, определенных замен, каких-то других элементов. Это входит текущий, вот сюда входит, текущий, вот сюда, вот тариф входит еще, вот уборка территории, мусоропровод, личные клетки. В общем, в принципе, любой желающий, они на нашем сайте есть, а кто сайтом не может пользоваться и не пользуется, есть такие тоже жители, понятное дело. В любом ЖЭО, тем более в аппарате управления, есть структура тарифа, где четко указано, что должны тратиться все деньги. Два года уже в наших квитанциях существует графа капитальный ремонт. Сегодня средства эти собирает управляющая компания, передает региональному оператору. Ремонт капитальный производить надо. Как теперь это все происходит? Ну, вопрос абсолютно правильный, и жители сегодня только лениво об этом не говорят. К сожалению, второй год, и первый год, тем более, было больше вопросов, чем ответов. Вы знаете, сначала подчинялось Министерство строительного комплекса, сейчас переподчинили этот фонд Министерству жидко-коммунального хозяйства. Но, наверное, от того, что первые два года процесс пока уйдет очень тяжело, очень... Ну, во всем, что мне, как управляющая компания, которая собирала рубль 0,7 копеек за капремонт, а сейчас 8.30, вы знаете, мне многие вещи непонятны. Ну, надеюсь, идет система отладки, но могу сказать, что в этом году намного лучше, чем в прошлом году организована вся эта деятельность со стороны фонда регионального оператора. Уже проведены аукционы, уже выиграны, уже есть исполнители. В прошлом году мы об этом узнали в августе, в сентябре. Вы представляете, что, допустим, в октябре нужно было заменить систему центрального отопления. Великая глупость, которую что-то нельзя делать. В этом году более четко. Если хотите, мое мнение, самой системе, самой капремонт, я скажу вам, ну, конечно, сумма для нашего жилого фонда чуть-чуть завышенная. В принципе, мы, не извините меня, у нас нет барака, у нас нет подснос домов. Мы все-таки инвестиционно более-менее привлекательное место. Я думаю, что вот это есть вопрос. А потом, у меня есть чуткое убеждение, что капремонтом все-таки должны заниматься муниципалитеты, а не региональные. Мы все централизованно отдаем, но, наверное, нам виднее здесь, чем заняться. Вот. И самое главное, и самый большой плюс всего, что капремонты, это, конечно, замена лифтов. Вы знаете, что у нас есть 35-37 лет лифты, которые отработали, а выше 25-ти нельзя, и вот сегодня все они меняются, в этом году уже подошли к 27-26-летним. Я считаю, вот ради этого можно было бы создать вот эту саму систему капремонта. А ЛГЖТ какие-то ремонтные работы по капитальному ремонту производит, да? Да. Мы участвуем как и управляющей компанией, как и подряд. Но в прошлом году выиграли один тендер. Могу сказать, это не мои слова. Лучше всех его отработали именно ЛГЖТ наши люди. В этом году мы тоже участвовали, выиграли маленький, значит, объем. Ну, я думаю, там есть сроки определенные. Я даже не сомневаюсь, чтобы все выполнили и качественно, и в срок. Почему качественно? Потому что там самим эксплуатируют. Понимаете? Иногда на рынок появляются люди, ну, я имею в виду фирмы, которые имеют своих руководителей, не всегда понятные. Вот в прошлом году одни были, в этом году другие. Понимаете? А ЛГЖТ с традициями, ему уже десятки лет. Поэтому я сторонник того, чтобы максимально, чтобы это была наша организация, районная, городская. И желательно, чтобы управляющая компания там участвовала. А на какие суммы вы выигрывали тендеры? В прошлом году эта сумма была 46 миллионов, в этом году 61. Там и кровли, замена и мягких, и жестких, там и фасады, там и замена внутренних и инженерных систем, так называемых висов. Там 5 видов работы, я думаю, что и 23 дома. Да, 23 дома, я думаю, мы уложим все. Самое главное – качество для нас, в чем сомнений мне нет. Для себя же не будешь делать плохо. Будем стараться, что коллегам, которые выиграли, хотя там лут был за 200 миллионов, выиграли другие организации, но будем надеяться, что они тоже не подведут нас. За счет чего вы выигрываете тендеры? И как в дальнейшем эта работа будет продолжаться по участию в тендерах? Вы знаете, там есть определенные правила игры, допустим, 5-процентное обеспечение деньгами. Не у каждого есть такая возможность. У нас, слава богу, мы являемся прибыльной организацией, есть такая возможность. В случае под нас могут дать за то, что мы ведем хозяйство, деятельность и минимальных объемов, могут дать банку с гарантией, могут дать кредит. Поэтому это раз. Во-вторых, у нас же есть база, у нас же есть люди. Понимаете, у нас есть организация, которая приходит с одним дипломатом и хочет выполнить все. Но вот я как человек, как не говоришь, против таких организаций. У нас есть, я уже говорил, традиции. У нас 8 ЖУ, у нас 120 сантехников, у нас 30 Кровичков. Но почему бы нет? Что здесь такого, который тем более, я вам скажу, что мы подошли к сегодняшнюю капремонту, мы собирали эти годы 70 копеек, 80-90. Мы уже почти процентов 80 все сделаем. У нас нет такого, чтобы... Вот есть в капремонте, в законе, ремонт фундаментов. Ну, слава богу, у нас нет таких фундаментов. А это вы представляете, что значит ремонт фундаментов? Вот я знаю, в одном из наших городских поселений есть дом, которому надо сегодня 40 миллионов потратить. Но у нас нет такого дома. И слава богу, его надо чуть ли не стягивать со всех сторон металлическими конструкциями. У нас нету. Поэтому мы более-менее спокойны. Конечно, ситуация... В этой ситуации есть некоторые сложности с новым порядком сборов на капремонт, с этими аукционами. Пока они пройдут, пока пройдет этот процесс определения победителей. А зима не за горами. Конечно, вот в прошлом году август, сегодня июнь. Слава богу, вот с 1 июля приступаем. Конечно, ужасно, что... Я бы это провел в день варь-февраль. Понимаете? Ну, действительно, у нас всегда в России зима неожиданно наступает. Хотя я как человек, который более стажен, я знаю, что когда наступает. И у нас начинает в ноябре почему-то класть асфальт на дороге, где яма. Ну, вот и продолжение истории. Конечно, это ужасно. Конечно, это плохо. Потому что апрель, даже с отоплением, может быть, май, июнь. Ну, дальше же дожди могут пойти. Надеюсь, что вот я ежедневно провожу совещание. Надеюсь, что мы справимся. Ну, поймите правильно. Есть вещи, которые от нас не зависят. Мы можем быть наблюдателями, мы можем быть кем угодно. Но не исполнители того, что вы сказали, что время. Ну, я делаю скидку коллегам, что второй год. Новые начальники, новые люди. Надеюсь, в следующем году эти же останутся. И будет более понятна система проведения акционов. И самое главное, своевременная. Как проходит приемка, проведение капитальных работ, текущего ремонта? В комиссии там есть жильцы, представители жильцов, представители советов многоквартирных домов? Вы знаете, по закону без них вообще нельзя принимать дом. И слава богу. Ну, понятное дело, они любой старший по дому, не будет представитель совета МКД, специалист по той иной. Тем более, они люди уже отработавшие по той части, которые по тому виду работ, которую производим. У нас есть абсолютные элементы доверия к нашей организации. Начальники жильцов, работают техники, смотри, мастера. И мы не можем принять. И слава богу, без подписи председателя или актива дома я никогда не подпишу бумаги. И раз, и даже в других структурах тоже не принимается. Это, я считаю, нормально. Но текущий ремонт там проще, там, я же вам говорил, там работают такие небольшие, небольшие объемы. Там проще, там оно видно, да. Но капремонт, понятно, там сложнее. Ну, не все же могут быть кровечками, понятно, как это делается. Мы понимаем, мы находим общий язык, и они наши помощники. Я даже благодарен. Они же все время видят, что происходит. Даже поведение. И уже, простите, даже если не дай бог, кто-то выпьет, они увидят, сразу нам звонок, и мы приостанавливаем работу. Поэтому это сочетание общественности, управляешь компанией и подрядчиками, я считаю, очень хорошее. И должно быть так. А как ведется благоустройство дворовых территорий? Вот что входит в комплексное благоустройство, и чем вы занимаетесь? Вы знаете, второй год идет программа по благоустройству, комплексам благоустройства придомовых территорий. В прошлом году мы сделали 56, в этом году будем делать 58. Это, чтобы понимали наши жители, это бюджетно финансирование, плюс субсидирование со стороны управляющих компаний, то бишь в нашем случае со стороны ЛГШТ, работа производится колоссальная, могу сказать, очень дорогостоящая. Жители видят очень много, видим благодарностей. И там это решение губернатора, что ежегодно 10% от дворовых, ну от 10 до 20% от дворовых территорий должны быть благоустраиваться. Но мы, если таким темпом пойдем, то за 5 лет, я думаю, что мы завершим эти работы. Туда уходят, ну жители уже знают, 6 видов. Это детская спортивная площадка, детская игровая, это контейнерная площадка, это освещение, это озеленение, и это, значит, установка ограждающей конструкции, чтобы туда никто не мог пройти. Ну, проехать, скорее всего, машину у нас же любит везде ставить. Поэтому я считаю, что это очень хорошее дело, и я благодарен и главе нашего района, Владимиру Петровичу, и руководителя администрации Александру Николаевичу Алешину, Владимиру Петровичу Ружицкому, потому что они отнеслись с пониманием, и мы как депутаты принимаем в каждом своем округе самое активное участие. Я тоже благодарен своим коллегам. И у нас это получается, оно видно. Но мне прямое обращение, если позвольте, к нашим уважаемым жителям, дорогие жители, ну, поверьте, это делается для нас с вами, это делается для наших детей, для наших внуков. Но могу вам доложить, вот год прошел с того года, сейчас второй год, мы ставим новые. Могу вам сказать, что очень много вандальных действий, очень много сломанного, очень много, ну, просто обидно. Поэтому, пожалуй, давайте всем миром будем бороться против этих негодяев. Другого слова не найду. Момент, Кискинович. Как вы оцениваете работу сайта Добродел? Насколько активны жители, насколько Добродел помогает решению проблем в городе? Ну, вы знаете, я не могу оценивать этот сайт, это оценивает наши, слава богу, правительства Московской области, администрация. Но я скажу свое мнение, оно дело нужно, хорошее. Скажу, что вот очень много обращений, порой, ну, не совсем правдивые, ну, не совсем, соответственно, истинные. И очень много проблем создают. Объясню, допустим, элементарно. Вот человек позвонил, сказал, что у него какая-то проблема. Все понятно, да. Может даже, у нас, вы знаете, единый диспетчер службы, пожарников, бывает тысячи ложных звонков. И здесь то же самое. Но нас требует, чтобы была подпись этого жителя, чтобы работа была сделана. Во-первых, там было написано неправда, а как я подпись возьму, раз. Во-вторых, допустим, я вот сделал, да, бывают такие случаи. Человек уехал на дачу или отпуск. Все, мне не принимают, я прослушиваю, я попадаю в красную зону, так называемую. Там вопросов очень много. Но, к сожалению, понимаете, какая вещь. Вот сделать быстрее сегодня, чем оформить все бумаги, все фотографии, тоже, я считаю, неправильно. Но главное дело, ну, к чему вот такой вот, знаете, какое-то вот недоверие ко всему, что мы делаем, а абсолютно доверие к тому, кто это пишет. Ну, я не могу судить, я как депутат, я, естественно, я на стороне жителей, даже не обсуждаю, какая у меня работа не была, тем более моя работа связана с жителем. Ну, перекос есть, я надеюсь, по ходу оно будет ликвидировано, потому что, объясню даже в примере, смотрите, у нас есть план, я в месяц должен сделать такой-то объем ямочного ремонта при домовых территориях. Вот добродел я должен вне очереди делать, немедленно. Человек говорит, я еще плану не приступал, а эти люди, которые не могут, некогда, ну, писат, ну, воспитаны по-другому. Им что, ждать? Но у меня финансирование рассчитано на сумму N. Этот N я потратил, у меня нет другой, тогда не силу его использования денег населения, понимаете? Тут я как человек, который на этой стороне, у меня, конечно, некоторые вещи вызывают абсолютно вот такое, то, что я сказал, критическое отношение, а в общем дело нужное. Как мы его исполняем, как мы его требуем соисполнителем, вот там вопросы есть. Вы еженедельно ведете прием жителей. С какими проблемами к вам чаще всего обращаются и как вы решаете все эти вопросы? Да, действительно, я процентов 90 провожу сам прием населения, как депутат раз в месяц, а как генеральный директор каждый понедельник с трех до последнего нашего жителя. Здесь ограничений во времени нету. Заранее записываться? Можно заранее, объясню почему. Без записи, нам не важно. Человек пришел, мы выслушаем, мы ответим, мы примем меры. Бывает, что без записи. Вопросы, почему для записи? У меня были жители возмущались, почему я должен говорить или должен. Поймите, я могу заранее принять меры, может, вам не надо приходить. Мы знаем вопросы, это все равно, если связано с сантехнической, какой-то маляр. На месте же, я же не маляр, я не сантехник. Чтобы время не терять, чтобы на местах решить вопросы. Ну, они разные. Сегодня, к сожалению, они очень много носят характер, связан с долгами. Люди набирают долги, очень много долгов у нас. Вот процентов 80 носят такого характера. Процентов 15 носят характер благоустройства, просто по благоустройству. Ну, когда люди видят, что что-то делается, понятно. И процентов 5 это связано с эксплуатацией непосредственно. Вот такой расклад. Ну, бывают разные. Ну, соседу жалуются на соседа, да, и в семье, мать с сыном. К нам всякие бывают обращения. Ну, мы выслушаем всех. На прошлой неделе Люберецкий городской жилищный Трест посетила профсоюзная делегация из Испании. Как они оценили работу Треста и профсоюза организации? Ну, вы знаете, ну, вот, во-первых, я хочу сказать, что это была делегация гостей для ЦК профсоюза по нашей деятельности, профсоюза жизнеобеспечения. А областной, они прислали в областной, областной выбрал нас, потому что наш коллективный договор побеждал несколько раз в областном смотре конкурса лучших коллективных договоров по ЖКХ. Да, да, вот, к нам до этого приезжали, видели, в каких условиях наши люди работают, мастерские, помещения, вы сами, наверное, знаете, да и жители видят. У нас действительно там неплохо. Я должен сказать, из того, что я переводчик переводил, ну, они приятно удивлены, что наши люди работают в таких неплохих условиях. Ну, вы знаете, у нас есть даже, вплоть до того, что в мастерских, в лесаре, в мальеров, стиральные машины даже стоят, пожалуйста, не надо домой таскать грязу, постирали, погладили, сами себе и повесили. Поэтому кухоньки у нас везде есть. У нас есть до сих пор, ну, люди ездят, вот, недавно в Казань ездили, в пионерские лагеря остались. У нас могут люди себе позволить задействовать, Геленджик поехать, могут Кисловодский, ну, недорогие, правда, путевки. Поэтому мы все члены профсоюза, все стопроцентно, таких организаций, наверное, мало, поэтому они, их деньги, профсоюзы, почему бы не организовать и то, что я вам сказал, не сделать. Это же было. Почему мы должны потерять то, что было, тем более хорошее. Наоборот, надо приобрести. И, наверное, такая забота о коллективе дает и положительный экономический эффект. Ну, конечно. Конечно. Вот, смотрите, у нас в последние пять лет при даже таких долгах стопроцентный сбор. Это же люди. Ну, мы с вами. Это элемент доверия к тому, что если бы мне было плохо, я в жизни не заплатил. Вы согласитесь. Когда более-менее относятся мы к жителям, а не к нам. Да есть доверие и оплата. И для меня очень важно, как руководителя, который закончил Московский институт управления, как управленец, да, очень важен моральный психологический климат в коллективе. В противном случае я не смогу управлять, и нет смысла. А в чем она заключается? Ну, даже в том, что профсоюз есть, какие-то поездки, какие-то, извините мне, хотите, скажу прямо, застолья, какие-то праздники. Почему бы нет? Я сторонник того, что люди обшались. У нас очень много династий. У нас много очень 7, 2, 3, 4 человек работает. У нас много людей, процентов 80, могу сказать, которые отработали 20 лет вместе. Я уже 32-й год пошел. Так что у нас есть традиции, и они помогают нам. Конечно, в экономике тем более. Вы каждый понедельник встречаетесь с жителями, да, которые к вам могут прийти на прием. А как проходит работа с председателями советов многоквартирных домов? Вы знаете, я имею честь почти быть знакомым с процентом 90. Объясню, почему так, это же 800 человек почти. Я в свое время понял, что мне надо познакомиться, об озлободневных наших вещах поговорить. И попросить у них помощи, поддержки. Я встречался по всем ЖЭУ почти со всеми, я уже говорил, 90% старше по домам. Это были абсолютно вначале такие были резкие, были добрые. Уже в конце было все очень доброе, очень с пониманием. Я, когда был в выборной кампании, ходил к каждому двору, было приятно удивлено, что нас знает, что нас кто-то благодарит, кто-то задает вопросы, кто-то... Ну, всякий бывал, но во всяком случае знает. И я пошел сам к ним, чтобы нам оказали помощь. Приведил пример. Есть понятие такое, акт о незаконном проживающих в любой квартире. У нас, к сожалению, любится очень много сдающих квартир. Но для чего, почему, мы знаем, ну, дай бог, мне главное, чтобы они, пять человек были, живут, прибор не стоит, никто не прописан, я должен брать ноль. Вот этого, чтобы не было, чтобы люди платили. Вот, это не мои функции, почему пять, почему... Мне главное, чтобы платили коммунальные услуги. Вот, в акте должен быть совет дома. Понимаете? И вот, я пошел с просьбой, я надеюсь, мы нашли общий язык, и сегодня этот акт есть в жизни. Мы пересчитываем, мы доначисляем. Поэтому нормальный у нас диалог с старшим по домам. Я начальник Желук строго-настрого. Это наши поможенки. Вы должны им поможить. Поэтому совместно, это активные люди, это неравнодушные люди. Ну, вот приведу пример, допустим, вот лампочка не горит. Ну, один техник, сколько лампочка просидит? Ну, это невозможно, да? А старший по дому или неравнодушный гражданин позвонил, ему быстро заменили. Хорошо, хорошо. А есть люди, которые ходят мимо этой лампочки 10 дней, а на 11-й день жалобы во все инстанции. Зачем? Первый день мы уже все сделали бы. В двух словах буквально. Насколько эффективно проходит сотрудничество, а также с областной организацией председателей Советов многоквартирных домов и с районной? Ну, я скажу про нашу районную. Вы знаете, его возглавляет очень талантливый молодой парень, житель нашего одного из домов, Шедрова Алексея Сергеевича. Я ему очень благодарен. Вы знаете, вначале я скептически относился к этому институту. Вообще, я думаю, что молодой парень приходит ко мне, а я обязан за него был принимать. Сегодня у нас абсурдное понимание, и у нас есть совместное дитё. В чём оно выражается? Он пришёл, говорит, Алексеевич, 8 живых, 8 характеров, 8 разных ответов, 8 разных вопросов. Жители жалуются на некорректность, на порой даже, извините меня, на хамское обращение. Бывало. Мы решили создать единый, так называемый, концентр. Оно сегодня уже действует. Полгода назад мы начали. У меня есть с собой планшет, так называемая интерактивная карта, где я вижу, в каком ЖО. Вот в режиме реального времени сколько заявок, почему не выполнено, какие не выполнены. И, вы знаете, довольно-таки интересно. Поэтому сегодня мы под тотальным наблюдением начальника ЖО под моим, а скоро, надеюсь, они будут и под жителем тоже, потому что мы хотим идти дальше. Я потом расскажу в следующую передачу. Момент, Кискинович, наша программа подходит к концу. Вы можете что-то пожелать нашим телезрителям, жителям нашего города? Спасибо. Если позвольте, я сначала обращусь с просьбой. Дорогие жители, я знаю, у нас тяжелое сегодня время, у нас сегодня экономический кризис. Вы знаете, сегодня очень много проблем с этого возникает. Нефть упала и санкции. Я все понимаю. Ну, поймите правильно, со всеми этими бедами, не дай бог, в наш дом придет беда, как раньше было, 10-15 лет отсутствия воды, стоящий лифт, отсутствия, не дай бог, электричества или там что-то другое. Но если мы не будем оплачивать, если мы не будем платить за услуги, я боюсь, что эти времена нам могут отступить обратно. Убедительная просьба. Я знаю, кому тяжело. Могу сказать, что самые лучшие, самые мной благодарные жители – это наши ветераны. Если они находят свои мизерные пенсии, я никогда не поверю, что здоровый мужик или здоровая женщина не может себе позволить. Поэтому, пожалуйста, оплачивайте. К сожалению, долг растет. Могу заметить, в последние годы я говорил, что спасибо. Вот впервые в прошлом месяце не добрали 10 миллионов. Я боюсь, что эта тенденция сохранится в этом месяце. А потом мы говорим о ремонтах, об асфальте, о добродели. Ну, простите, я не знаю, как без денег. Вы же не можете управлять своим хозяйством без денег. Я не смогу. Просьба-то, пожалуйста, не забывайте. Оплачивайте услуги вовремя. Тем более, вы знаете, пене повысится, процент пене в два раза. Зачем доводить все до этого? Могу сказать, что с этого месяца мы приняли решение. Кто погасит свой долг 100%, 50% пене снимем. Я вам обещаю. В некоторых случаях и 100%. Почему? Потому что мы понимаем, что человеку тяжело, дальше гнать этот шарик в угол не надо. У нас такие примеры есть. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Уважаемые телезрители, в эфире Люберецкого районного телевидения была программа «Открытый диалог». У нас в гостях был Мамет Кискинович Азизов, генеральный директор Люберецкого городского жилищного треста, депутат Совета депутатов города Люберцы. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»